22 простых и в то же время очень мощных и единических правил здорового питания соблюдение этих простых правил помогут вам сохранить вес уменьшить его и постоянно находиться в активной жизненной форме лави правило номер один никогда не кушайте без чувства голода второе правило гласит никогда не есть при переутомлении гневе раздражение страхи любом негативном проявлении вашего характера в этом случае так будет нарушаться пищеварительный огонь агни и циркуляция соков праны желудки и кишечники и пищи не будет превращаться в яд она будет плохо перевариваться и только наносить вред вашему здоровью третье правило перед едой прополоскайте рот глаза желательно вымыть стопы холодной водой а еще лучше принять полное омовение как минимум сделайте первые два пункта прополоскайте рот и вымойте глаза особенно это хорошо будет влиять на увеличение процессов пищеваритель улучшение пищеварения и усвоение пищи так как в зоне переносицы и глаз находится зоны которые проецируются на органы помогающие пищеварению 4 правило принимайте пищу лицом на восток никогда на север или запад энергия в этом случае будет уходить от вас и уменьшаться пищеварительный огонь отжас в теле пятое правило пища должна быть приготовлена с любовью никогда не готовьте пищу в плохом настроении плохом расположении духа иначе это все отразится на идее такая пища будет наносить существенный вред вашему организму не только изжогой но и более серьезными проблемами связанными с таким питанием шестое правило принимайте пищу только тогда когда работает правая ноздря при приеме пищи очень важно чтобы правая ноздря дышала для этого просто зажмите левую ноздрю и подышите если у вас дыхание свободное то все прекрасно если дыхание затруднено то для того чтобы заработала правая ноздря достаточно полежать на левом боку несколько минут седьмое правило перед принятием пищи желательно необходимо и достаточно будет прочитать молитву принятие пищи это на самом деле очень важный священный процесс и читая молитву мы психологически настраиваемся атеисты те кто не считает себя слишком верующим могут считать любой позитивный настрой любую вплоть до того что не молитву песенку какую-то позитивную и даже стихи но желательно это направлять на сосредоточение на том что вы сейчас собираетесь принимать пищу и это будет для вас как ритуал восьмое правило пищи предложенная богу является просаду готовьте пищу так как готовите для бога даже когда вы готовите с любовью старайтесь в эту пищу принести все самое замечательное что вы ощущаете кладите в тарелку ровно столько еды сколько можете съесть намоленную пищу просад нельзя выбрасывать но можно отдать например животным птицам нельзя перекладывать просад с тарелки на тарелку чтобы кто-то мог доесть эти остатки в кругу семьи это в этом нет ничего зазорного используйте металлическую посуду она считается более чистой и не передает карму у каждого члена семьи должна быть своя собственная посуда и это правило должно распространяться на повседневное питание а не только тогда когда кто-то из членов семьи болеет 9 правило гласит прежде чем поесть самому необходимо накормить других раньше древние времена существовал такой обычай когда готовили просад намоленную и благословенную еду то хозяева выходили на улицу и предлагали пищу голодным если же не было голодных отдавали также пищу животным и птицам 10 правило направлено на улучшение пищеварения чтобы улучшить пищеварение чтобы процесс пищеварения был быстрым и пища быстрее усваивалась организмом перед едой желательно пожевать имбирь с кусочком лимона и щепоткой соли это придаст даст сигнал желудку чтобы заработали пищеварительные железы одиннадцатое правило нельзя разговаривать во время еды пустые разговоры распыляют энергию и ухудшают циркуляцию воздуха двенадцатое правило зубы не украшение даны для тщательно пережил чем тщательнее переживайте пищу тем она быстрее усваивается и ни в коем случае не надо ее быстро глотать во первых так вы не наедаетесь во вторых на пищу попадает кишечник более грубой форме и процесс пищеварения замедляется еще надо принимать спокойным и если вы куда-то торопитесь у вас очень мало времени то лучше вовсе пропустить еду и выпить просто стакан воды тринадцатое правило пища должна быть благоприятна для всех пяти органов чувств это значит что она должна радовать глаз быть приятного вид должна веселить настроение должна быть красивой и источать приятный аромат 14 правило никогда не ешьте пищу истощающую неприятный запах не свежей пищей следует считать пищу которая приготовлена более трех с половиной четырех часов назад но учитывайте что эти правила составлялись в индии и юга и южной азии где соответственно средняя температура очень высокой портятся продукты намного быстрее но тем не менее пища считается уже не очень свежей которая приготовлена более четырех часов назад и пища которая является просадом намоленная пищей и можно хранить больше пятнадцатое правило после еды необходимо прополоскать рот вымыть стопы ног холодной водой полоснуть глаза холодной воды это также стимулирует улучшение улучшенное усвоение пищи 16 правило сразу после еды нельзя спать спать после еды можно через час или полтора в принципе вообще желательно не спать днем в аюрведе это не приветствуется так как замедляется течение сока в теле раны сон небольшой 15-20 минут рекомендуется лишь для такой беспокойной натуры с конституции вата который очень мобильный активен и легкий на подъем тем не менее им требуются иногда 15-20 минут чтобы восстановить силы отдыхать желательно на левой стороне тела это усилит огонь пищеварения откроет правую ноздрю 17 правило не ешьте кислых продуктов и кисломолочные продукты на ночь это может вызвать дискомфорт желудочно-кишечном тракте и нарушить ваш спокойный сон 18 правило никогда не ешьте до восхода и после заката солнца особенно в сумерке особенно это касается углеводов и сахара если вы будете после заката есть сахар и углеводы это сто процентов будет влиять на набор вашего веса лишнего веса 19 правило нельзя перекусывать между едой и есть стоя или на ходу это правило я оставлю без комментариев по моему она достаточно всем и так понятно 20 правило нельзя пить воду сразу после еды чтобы снизить вес пить желательно до еды как минимум за 30 минут если вы хотите набрать вес тогда вы можете пить после после еды но в небольших количествах чтобы полностью не загасить огонь пищеварения но не увлекайтесь этим способом желательно все-таки пить после еды через полтора-два часа 21 правило опорожняйте кишечник не раньше чем через три часа после еды 22 правило никогда не принимайте пищу до тех пор пока не освободился кишечник не набивайте свой организм не переварены все большим и большим количеством продуктов на этом все всего доброго до свидания александр не пи